там его и там столько всего просто типа обучающая обучающие видео так добавили мы свое масло и теперь добавим еще один слой сохраняем это будет слой который значит будет здесь скрэч царапины которые процарапали до металла это я буду сделать с помощью генератора ну и возможно еще добавлю вот этот вот скрэч царапины вот эти вот также могут быть присутствовать так выделяем верхний слой и нажимаем на fill добавляем бэк маску добавляем фил и так и удаляем нам нужно вот этот вот цвет контрол c скопировал отрывая ну что было основной цвет так от black mask от фил от фил так и вот у нас такое дело получилось то есть цвет у нас есть цвет roughness metal ну то есть я скопировал нижний материал нижний слой краски основной перекрывает слегка если в общем посмотрим или здесь можно изменить на оверлей перекрытие или же или же ставить нормал просто убрать цвет очень часто разбираться так выделяем не это выделяем вот этот фил и право кнопкой мыши от генератор вот наш генератор можно самому крячется можно можно здесь есть заготовки также smart smart mask вот они и можно выбрать которая тут понравилась я хочу ну как обычно там металл то жесткие грани на которых обычно и появляется всякие подряпины вот edge strong edge strong scratch ну вот этот кинем сверху моего генератора нужно выключить так ну и смотрим что же получилось в результате это генератор идет по курваторе так в общем нижний слой я отключаю металла потому что надо все в одном слой это делать то есть нижний слой нас металл отключаю это все дело нижний слой нас металл сверху идет краска добавляем фил от фил и сюда добавляем наш генератор по маске машина и нижний на нижнюю папку но не не срабатывает так ну и вот таким вот образом работает генератор то есть у нас идет краска да и она должна состоять из нижнего слоя на последующих слоев так все в одной папке папку нужно чтобы срабатывали все слои которые тут можно сделать это overlay screen multiply double ну и так далее в самой верхней папке должно быть посту тогда будет все слои эти действовать имеется ввиду эти overlay и искренне так ну в общем переместились мы сюда или даже можно а на верхнюю часть кинуть это этот слой который будет выше всех остальных и будет царапать в общем и уничтожать все другие слои в общем такая заготовка есть если она не устраивает каким-то образом не нужно удалить и допустим другую какую-то сильно применить и смотреть на результат здесь более такая как бы больше элементов в этом в этой маске смарт маски ну короче говоря можно подбирать здесь можно подбирать можно сделать ее самому а ну-ка вот это стейнс и сюрфейс что это нам даст в общем такие вот повреждения по граням делается опять же так из-за того что модель как бы занимая развертка малую часть поэтому качество как бы не освободит софт дёрт можно озер много всяких масок добавим свою от генератор добавим генератор здесь есть несколько основных генераторов которые как бы это по карте ambient окружен и по карте курватура ну давайте выберем ambient окружен сразу такой как бы более-менее приемлемый приемлемый вариант получился все грани которые за сесть они становятся видны металл там виден но это внутренняя часть металла а по карваторе должны быть снаружи как бы ободрана или же можно сделать глобал инверт ну тоже так по себе в общем с помощью этого генератора можно делать повреждения в металле краски сейчас все можно добавить сюда гранж карту гранжа чтобы это сделать нам нужно поменять генератор то есть маска милдер есть маски дитар маск билдер на кого-то это попробовать вот этот вариант мне больше нравится то есть ну как более логично выглядит там где выступающие части они и должны быть поцарапаны да ну вот видите с помощью обычного генератора который здесь присутствует можно настроить повреждения на шлеме вот кастом гранж можно добавить кастом гранж который я хотел добавить это вот эти вот штучки и нужно из кастом гранж из фальс выключена нужно включить но он перекрыл всех остальных наверняка с этим тоже можно бороться с помощью балансов различных контрастов и подобных вещей также здесь мне нужно включить хейч высоту то есть там где проходят царапины там должно быть но такое вот повреждение но это именно в царапинах надо делать здесь это не нужно делать и здесь мы это и не будем делать и уберем этот гранж он не нужен где охота на зашел да туда так где кастом гранж кроватур амбиент микро не вижу а вот выше кастом гранж удаляем здесь перезагрузим я уже не помню что там я делал что она так фальс инвертируем хорошо так ну то так таким же образом можно вот этими с помощью этих ползунков регулировать глубину повреждений сдертости краски если допустим что то не нравится в этом всем генераторе где то слишком большие появляются подертости или не в нужных местах где вы не хотите чтобы они были контраст там было явно видно так гранж амонт еще я в ней видно повреждение это мягкость сглаживание так скажем на неоднозначное название но на амбит окружен маски увеличиваю увеличиваю меньшая также это будет влиять на наши ребра с подряд подряд пиномастями с повреждениями краски короче говоря и также курватурой можно двигать толще тоньше повреждений так допустим если нам где то что то не нравится какой то элемент нам очень не нравится можно добавить сюда еще один слой от paint он имеет вот такую графу одну ну и тут настройки кисти есть опять таки наложение в общем что я хотел этим сказать выбираем здесь кисть лучше здесь выбрать виднее будет ваш кисть ну допустим вот вот где dirt dirt вот эти например вот эту что это с помощью этого слоя можно делать можно закрашивать или же наоборот нажимаем x то есть черное есть это здесь вот на маску черная и белая градация x нажимаем черная и белая градация то есть ставят краску или же наоборот закрашивает то есть это там допустим где мы хотим чтобы не было или наоборот больше было повреждений краски ну как для примера допустим ну где ну здесь допустим я хочу больше чтобы было повреждений опять же такие настройки кисти я сейчас мышкой рисую но вообще надо планшетом это все вот давление да планшетом настроен давление я это отключу в общем регулировка кистей follow там мягкая и жесткая strong capacity то есть прозрачный прозрачный спайсинг это диаметр или что это size диаметр спайсинг еще какая-то регулировка их тут очень много чтобы все запомнить ну в общем таким вот образом можно рисовать стирать краску или же x нажимаем наоборот ее добавлять вот так таким вот способом сделать можно кисть побольше и просто просто несколько раз нажимаем и появляется у нас такой вот момент так так это сделали опять же таки это вот можно сделать можно сделать отдельно и задать эффект высоты то есть краска краска приобретет толщину как оно есть на самом деле или выпуклость или толщину в зависимости от того штанов небольшую такую зададим толщину вот 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 уже заметно что да краска как бы имеет имеет толщину и видно допустим где ну слишком сильные уже вот эти повреждения их надо закрасить для этого paint очень сильно нам поможет то есть во всем должно быть мера не нужно переусердствовать этим всем это не придаст вашей модели особых так дорисовываем меняем размер кисти там где не нужно все там вот так закрасили ну вот как бы уже более-менее выглядит наша наша модель так проверим так давайте переместим к ниже это все перекрывало слой грязи да так так будет лучше итак у нас есть слой грязи слой повреждений краски различными там царапинами и тому подобное можно отдельный слой сделать можно сделать слой допустим я хочу чтобы были ровные там полосы полоса полоса содранной краски так как это сделать ну давайте с помощью стенсила попробуем найдем что-то похожее так переходим гранж и найдем наши так царапины таким давайте попробуем эту вот стенсил также в этом стенсиле можно больше и меньше сделать вот здесь здесь где да размер в общем харднесс это альфа настраивается здесь хотел размер самой карты видимо это с помощью баланса баланс контраст жуткий баланс контраст жуткий выбираем нужную кисть ну пускай будет это и рисуем наши царапины вот здесь можно добавить уменьшим кисть чтобы захватить только одну какую-то царапину таким вот образом можно добавлять и еще отдельно поцарапанные элементы на нашей модели ну что еще можно с помощью этого стенсила да все что угодно допустим переходим в альфу и найдем какую-нибудь альфу любую ну что там не так придумалось руку хочу найти здесь есть отпечаток пальцев ладони точнее вот этот переносим сюда этот стенсил просто как для примера что может этот стенсил делать и вот с помощью этого стенсила кисть можно поменять на другую на более однородную и вот видите вырисовывается там ладонь ее можно также добавить сюда с помощью цвета ну другим слоем можно на этот же попытаться ну там ладонь отрисовывается то есть любые повреждения мы можем с вами здесь в этом слое нарисовать так что еще допустим у него есть какой-то серийный номер серийный номер это это у нас металл это у нас кто это у нас кстати кто это у нас есть с кричь скрет видимо он тут а тут я забыл это вмятины без повреждения краски да там допустим у него есть этот самый номер куда нам его влепить этот слой давайте попробуем сюда назвать назвать его паттерн назовем да паттерн 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 я хочу добавить какую-то надпись добавлю ну можно синий цвет добавить лучше черный в общем надпись черного цвета добавляем добавляем сюда маску а black mask и добавим сюда цвет нет хейч не будем добавлять можно добавить хейч небольшой rough metal цвет давайте другой черный такой цвет хейч небольшая выпуклость будет сохраним давно не сохранял и добавим сюда на затылок ему номер но так чтобы а сохранились вот эти вот все остальные вмятины там все эти дела добавим добавим сюда paint слой paint рисование и здесь есть stencil также давайте найдем если не ошибаюсь в альфах есть также идет вместе с программой набор букв так уменьшить надо иконки а то я не вижу где там и регулируемые есть альфы это вот нерегулируемые то есть текст единый и там его не отрегулируешь те которые регулируются там написано substance вот они здесь не так уж и много шрифтов но подобрать можем вот substance разные тут разные тут шрифты давайте возьмем вот этот ну вот этот что stencil точно так же перетаскиваем stencil нажимая на S мы регулируем его поворот чтобы он четко становился по координатам зажимаем shift здесь здесь у нас получилось вдали его идем в регулировки нам еще нужно цвет чтобы цвет рисовался я не заметил что она там цвет рисовала возможно его нужно поместить сверху этот слой так да поместили сверху получилось substance substance нам не нужно обычно какой-то порядковый номер здесь есть текст настройки настройки шрифта есть более жирный bold обравнивание различные позиции такое-то такое-то вверх-вниз можно ну в общем различные вариации и свой текст какой-то здесь можно ввести допустим какой-то номер допустим D 14 дробь 88 ну примерно такое что-нибудь неважно и поставим по центру так здесь можно выбрать ортогонический вид и перспективный F нажимаем и он также если нужно выровнять модель зажимаем shift ровно ставить ну и например чтобы по центру выделить модель и примерно по центру прорисовать нашу надпись нажимаем на английской раскладке выключаем симметрию и рисуем ему номер на голове она чуть уменьшит вот 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 номер черного цвета или может лучше белого в общем какой-то цвет ну это можно подобрать по тому какой светом на модели присутствует пускай она будет белый вот такой белый цвет белый и немного даже желтый желтоватый желтоватый что-то вроде такого вообще с цветом тоже очень много различных настроек просто очень много да давайте продемонстрирую вот у нас есть цвет основной и добавляем сюда так фильтр переходим на свойства фильтра properties здесь опять же таки можно на различные карты воздействовать цвет высота roughness металл нормалка а мне так уже и здесь нажимаем на сам фильтр высвечивается большое количество фильтров среди них тут блюр есть запекание солнечного света то есть light свет можно запечь на своей модели различные вариации блюров color balance регулировка вот самого цвета тут градиенты различные все это присутствует очень много карт ну вот они они есть их можно использовать и они достаточно ну сильно могут быть вам полезны давайте клацнем на эту что она даст что она может будет вы 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 Продолжение следует...